О своих планах руководитель рассказал на встрече губернатору Александру Ткачеву. Сейчас к Тбилисскому району особое внимание. В главе региона поступает немало писем и главное учесть в работе замечания местных жителей. В моей почте, обращая внимание, очень много писем, жалоб и обращений граждан на отвратительную работу, прежде всего, транспорта, плохие дороги, особенно между хоторами, между поселениями. После этого активнее включаться в краевые и федеральные программы. Я очень хотел, чтобы ситуация кардинально изменилась в районе. И люди почувствовали, что дорогами начали предметно заниматься, в эту отрасль начали вкладывать средства. И они в ближайшие годы увидели радикальные перемены. Что здесь в этом направлении сделано? На мой взгляд, проблема в том, что практически 90% дорог не включены в реестр муниципальной собственности. Поэтому это тоже одно из первых занятий, мероприятий, которые мы начали проводить. И сейчас активно работаем, планируем полностью закончить эту работу к 15 сентября. Достаточно сложная, напряженная ситуация, связанная с межпоселенческим пассажирским сообщением. Мы разработали транспортную схему, опубликовали ее в районной газете, разместили в интернете. Сейчас поступают предложения граждан. На следующей неделе мы берем, используя лизинговые схемы, 11 автобусов. По лизинговой схеме, да? Да. Таким образом мы закрываем все потребности района в пассажирском сообщении. Край тоже поможет отремонтировать тбилисские дороги. На это выделят 40 миллионов из региональной казны. А в общем объем инвестиций в район в этом году увеличен до 192 миллионов рублей. О болевых точках района Александр Ткачев хорошо знает. Два месяца назад губернатор встречался с активом. Станичники рассказали о том, что их волнует и какие проблемы необходимо решить в первую очередь. Мэра. На встрече с активом вопрос стояла реконструкция, ремонт домов культуры. Центральный, который люди бы хотели видеть действительно отстроенным, новым, современным и так далее. Что для этого нужно и какая помощь вам нужна? На сегодняшний день уже было выделено из бюджета Краснодарского края 35 миллионов рублей. За счет этих средств заменена кровля. Перекрываем крыши на домах культуры собственными силами. Потом пойдем дальше. Произвели гидроизоляцию фундамента, заменили все стекла, окна и двери. Решил новый глава и другую проблему, о которой говорили жители на встрече с губернатором. В районе работала всего одна касса приема платежей за воду. Теперь сразу несколько. Очередей больше нет. Изменить ситуацию необходимо и в сфере ЖКХ, где изношенность сетей достигает 80%. Строить нужно офисы, врачи и общие практики, газифицировать дома и социальные объекты, отмечает Александр Ткачев. Все это первоочередные задачи для местной власти на ближайшие несколько лет. Я знаю вас как человека очень сильного, делового и взвешенного, ответственного. Я очень хотел, чтобы с вашим приходом деловая активность и качество работы всего административного аппарата, бизнеса значительно улучшились. Это естественно отразилось и на показателях пополнения бюджета, и на создании новых рабочих мест. Поэтому нужны дела. Нужны конкретные, реальные дела. Это сильная команда, хороший дух. И безусловно, очень надеюсь, вам будет сопутствовать удача.